Летом лучше всего заниматься спортом на свежем воздухе. Спортсмены, которые увлекаются пляжным волейболом, боролись за победу в турнире, посвященном Дню России. В пляжном волейболе есть свои тонкости, которые помогают мастерам этой игры бороться с самыми сильными соперниками. Например, нужно учитывать, какой ветер дует на площадке – попутный, встречный или боковой. И желательно варьировать силу и длину подачи по этой причине. Также приходится брать в расчет положение солнца, качество песка и другие факторы. Игра эта позитивная, динамичная и очень интересная. На турнир, посвященный Дню России, приехали мужские команды из Абинска, Анапы, Новороссийска, Краснодара, Славенска-на-Кубани и из нашего района всего 10 команд. Участникам турнира из других муниципалитетов очень нравится соревноваться здесь. Сильные соперники и отличные условия. Мы очень рады принять приглашение от города Славенска за такой прекрасный турнир к Дню России. Прекрасные площадки, прекрасные места. Неоднократно проводят турниры города Славенска. Спасибо властям за это, всем организаторам. Также пляжный волейбол один из таких утомительных, тяжелых энергонагрузок, которые конкретно задействуют всю работу мышц. Солнце, песок, ветерочек. Очень физически надо быть подготовленным. Вас двое на площадке. И, соответственно, вы с напарником должны быть очень сыграны, думать одинаково. И, чтобы добиться каких-то результатов, должны очень сильно физически быть готовы бегать, падать. Так как песочек с ветром усложняет жизнь всем соперникам. Участники хорошие, участники все сильные. Ни одной слабой команды я здесь еще не увидел. Борьба будет жесткая, не побоюсь этого сказать. Но победит сильнейший. Борьба за победу в турнире была напряженной и очень зрелищной. По итогам состязаний победила команда Анапы, на втором месте Новороссийцы, на третьем – Абинские волейболисты. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».